Здравствуйте, дорогие абитуриенты, родители! Мы рады вас приветствовать. Сегодня проводим День открытых дверей исторического факультета. Я хочу представить своего коллегу, заведующего кафедрой истории зарубежных стран и востоковедения, профессора Мирошникова Александра Викторовича, должны подойти еще коллеги. Но мы пока начинаем. Начинаем рассказ об историческом факультете. Если можно презентацию включить. Так, я попробую перелистать. Итак, исторический факультет имеет следующую структуру. Это шесть кафедр. Кафедра истории России, кафедра политической истории, кафедра новейшей отечественной истории, историографии и документоведения, кафедра археологии и истории древнего мира, кафедра социологии и политологии, кафедра истории зарубежных стран и востоковедения. Кроме того, мы имеем на факультете Центр ирландских исследований, Центр германских исследований, археологический музей и Институт социально-политических исследований. Ресурсы факультета. Кадры научно-педагогические. На факультете работает 16 докторов наук, 40 кандидатов наук. Кроме того, мы привлекаем работы дателей для работы на нашем факультете. Структурные подразделения, кроме кафедр, это археологическая лаборатория, лаборатория социологических исследований, археологический музей, кабинет исторической информатики, два компьютерных класса мы имеем и кабинет методики преподавания истории. Факультет имеет прочные традиции научных исследований. В частности, на факультете развиты научные школы, такие как отечественная история, археология, ирландистика, германистика, политические процессы и институты. Исторический факультет – один из старейших факультетов Воронежского государственного университета. Но известно, что Воронежский государственный университет был открыт в нашем городе в 1918 году. И в том же году в университете начал работать историко-филологический факультет. То есть, можно сказать, что исторический факультет – ровесник Воронежского государственного университета. Потом на некоторое время деятельность факультета прервалась. Непрерывно он существует с 1940 года. То есть, ему 81 год, возраст солидный, но это возраст не дряхлости. Сегодня это динамично развивающийся современный образовательный и научный центр. Как известно, образование в Российской Федерации многоуровневое. И на факультете представлен и бакалавриат, и магистратура, и аспирантура. То есть, поступившие на факультет имеют возможность пройти через все вот эти ступени. Четыре года – первая ступень, два года – вторая ступень, и три года – третья ступень. Широкие возможности для тех, кто любит учиться. Сейчас мы поговорим о бакалавриате и его направлениях. На факультете у нас пять направлений бакалавриата. История, политология, востоковедение, документоведение и социология. А теперь подробнее о каждом из этих направлений. Вот направление подготовки истории. Для того, чтобы поступить на направление истории, необходимо сдать следующие предметы. История, общество знания, русский язык. И можно претендовать при высоких баллах на бюджетные места. Бюджетных мест в следующем году мы имеем 25. Для нас это неплохой показатель. В принципе, для тех абитуриентов, кто хорошо подготовлен по трем предметам, это вполне доступная возможность. Да, ну вот наши историки здесь на фотографии. Все радостные, веселые. Видно, как им хорошо и интересно обучаться на историческом факультете. Некоторые увлечены настолько, что погружаются в эпохи. И вот мы видим одного из погрузившихся рыцарь печального образа. Реконструктор. А рядом справа вы видите корпус исторического факультета Воронежского университета. Это восьмой корпус в районе памятника славы. Удобный, просторный, уютный. Там хорошо и преподавателям, и студентам. Вот еще одна фотография. Наши студенты слушают лектора, преподавателя. Да, это, по-моему, Михаил Дмитриевич Карпачев, профессор. Один из наших самых ярких и ведущих профессоров. Да, ну, такая очень важная часть работы факультета – это археология. Студенты ежегодно выезжают на практику археологическую, проводят раскопки. Чаще всего это происходит в Воронежской области, но выезжают из-за предела нашего региона, в Подмосковье, в Фоногорию, на Таманском полуострове. Остаются незабываемые впечатления на всю жизнь от археологической практики. Ну, вот видите, радостные наши студенты что-то нашли, наверное, клад с золотыми украшениями, может быть, или еще что-то. На направлении подготовки истории изучают следующие дисциплины. Я начну снизу. Общие гуманитарные дисциплины, философия, экономика, основы социологии и политологии. В общем-то, вот эти предметы изучают на всех направлениях подготовки. Поскольку наш факультет относится к числу гуманитарных, значит, наши студенты имеют широкую гуманитарную подготовку. Ну, а к базовым профессиональным дисциплинам относятся археология, история России, история Древнего мира, история Средних веков, история нового новейшего времени, история стран Азии и Африки. Кроме того, наши студенты изучают культуру и отечественную, и зарубежную, вспомогательные исторические дисциплины. И цикл есть психолого-педагогических дисциплин, поскольку значительная часть наших выпускников будут трудоустроены в учреждения образования разных уровней. Практики. Практики у историков следующие. Это археологическая практика, архивная практика, без неё историк не может состояться, научно-исследовательская и педагогическая практика. Сферы трудоустройства выпускников. Обратите внимание, наука. Кто-то карабкается к сияющим вершинам. Вот мы видим студента-историка. Органы государственной власти и местного самоуправления. Некоторые наши выпускники занимают высокие посты, достигают высокого положения. Депутаты Государственной Думы, работники администраций областных и силовых структур. Совершенно верно. В образовании наши выпускники задействованы, причём на разных уровнях. Это высшее образование, среднепрофессиональное образование, общее образование. Также наших выпускников можно встретить в средствах массовой информации и учреждениях культуры. Новое для нас направление – это востоковедение и африканистика. Вступительные испытания, такие же, как и на истории. История общества знания русский язык. Бюджетные места будут в 2022 году, 7 бюджетных мест. Очень неплохо для этой специальности, для этого направления подготовки. Что изучают востоковеды? Как и историки гуманитарной дисциплины, исторические дисциплины, обществоведческие дисциплины. Обратите внимание на лингвистические дисциплины. Арабский язык, теория и практика перевода, общественно-политический перевод. Ну и кроме того, эта специальность относится к группе гуманитарных направлений и значительная часть дисциплин политологических. Теория, история международных отношений, методы социально-политических исследований. Ну и, конечно, иностранный язык, он преподается на всех направлениях подготовки. Вот наши востоковеды. Александр Владимирович, это Каир или Багдад? Я что-то не могу... Дар-эс-Салам. А, Дар-эс-Салам. Ну, я вижу колокольни Ивана Великого на заднем... Обязательно, конечно. На заднем плане. Веселые, довольные. Должен сказать, что очень популярное направление. Да, в последнее время у нас активно туда идут ребята. Практики на востоковедении. Это переводческая практика обязательно и научно-исследовательская практика. Сферы трудоустройства выпускников. Ну, что-то похожее с историками. Однако, обратите внимание на правый квадратик. Международное сотрудничество, а рядом аналитические и консалтинговые центры. Направление политология тоже очень модное в последнее время, популярное. Для того, чтобы поступить, нужно сдать те же предметы, что и на истории. И мы видим бюджетные места. В 1922 году семь бюджетных мест. Политологи изучают общие гуманитарные дисциплины, специфические политологические дисциплины, история политических учений, современная российская политика, политический анализ и прогнозирование. Вот очень-очень интересно и привлекательно, как мне кажется. Кроме того, социологические дисциплины. Обратите внимание на юридические дисциплины. Избирательное право, конституционное право, административное право. И совершенно замечательные курсы по выбору. Мастерская политической рекламы, экономика общественного сектора. Город как объект управления. Такая вот интересная дисциплина, направление подготовки. Ну вот посмотрите, наши политологи, здесь только политологи находятся, радостные, веселые. Их лица говорят, поступайте к нам на политологию и на исторический факультет. Мы все спрогнозируем. Да, и все прогнозы будут исполняться. Вот еще наши политологи. Ага, вот мы видим, что наши политологи активно участвуют в конференциях, олимпиадах, конкурсах, регулярно получают дипломы. В данном случае вот такой момент запечатлен на данной фотографии. Лига медиаторов по Волжье. Да, вот конфликтология одной из направлений этого направления. Смотрите, Владимир Николаевич, они даже в Поволжье о себе говорят. Лига медиаторов по Волжье. По Волжье, да. Да, это замечательно. Практики у политологов. Организационно-управленческая, научно-исследовательские практики. Сфера трудоустройства выпускников. Смотрим. Общественные организации, бизнес-структуры, органы государственной власти, местного самоуправления. Аналитические и консалтинговые центры, информационные агентства и средства массовой информации. Социология. Ну, я хочу сказать, что о всех направлениях мои коллеги скажут чуть подробнее после окончания презентации. А пока самые общие сведения. Вступительные испытания на социологии несколько отличаются от других направлений. Вместо истории здесь надо сдавать математику профильную. Очень хорошее количество бюджетных мест. 19. Широкие возможности для поступления и обучения бесплатно. Ключевое слово. Бесплатно. Да. Вот они, наши социологи. Они у нас эксперты по праздникам. Столько праздников, сколько у социологов нет ни на одном направлении подготовки. Это, видимо, отмечается День социолога. Потом будет Новый год. Вот. И так далее, и так далее. Видите, какие они радостные, веселые. День социолога. Естественно, научные дисциплины. Математика, статистические методы в социологии, информационные технологии. Не случайно сдается вступительный, математика профильный. Вот для того, чтобы лучше осваивать эти дисциплины. Ну и, конечно, профессиональные социологические дисциплины, основы социологии, методология и методика социологического исследования, экономическая социология, социология управления, социология маркетинга. Курсы по выбору социология молодежи, социология культуры, социология кадровых процессов. Практики научно-исследовательская, производственные практики, а сфера трудоустройства выпускников, общественные организации, бизнес-структуры, органы государственной власти и местного самоуправления, аналитические консалдинговые центры, научно-исследовательские институты. Документоведение и архивоведение – еще одно направление подготовки. Профиль, обратите внимание, документационное обеспечение управления. Очень солидно звучит. Все, что связано с управлением, можно узнать на этом направлении подготовки. Вступительное испытание – история, общество, знание, русский язык. Поступление на договорной основе. Дисциплины учебного плана. Обратите внимание, какой набор. Общегуманитарные дисциплины – исторические, офисные, офисные технологии, деловой этикет, юридические, гражданское право, трудовое право, административное право и документоведческие профессиональные дисциплины, документоведение, документационное обеспечение управления, кадровая политика. Все очень серьезно, и я бы порекомендовал эту дисциплину не только для девушек. Для девушек, конечно, в первую очередь, но и для юноши она интересна тоже. Практики. Организационно-управленческая и технологическая практика. Сферы трудоустройства выпускников. Бизнес-структуры, органы государственной власти и местного самоуправления, но это естественно, кадровые службы и архивы. Ну и в целом можно сказать про исторический факультет, его конкурентные преимущества. Он дает профессионально ориентированное и разностороннее гуманитарное и социальное образование, позволяющее работать в различных сферах деятельности. Вы в этом могли убедиться, посмотрев данную презентацию. Сочетание учебы и научной деятельности тоже наше конкурентное преимущество. Отсутствие соперников в подготовке социологов, политологов, документоведов, востоковедов внутри нашего региона. Только Воронежский государственный университет, наш факультет, готовит по этим направлениям подготовки. Широкая база практик, высококвалифицированный кадровый состав преподавателей. Но я хочу сказать, что наш факультет – это не только учеба, это и спортивная жизнь. Вот здесь наши спортсмены собрались, футбол очень любят на нашем факультете, волейбол, настольный теннис. Есть ребята, которые имеют разряды. Я вот сейчас могу ошибиться, кандидаты в мастера спорта. Так что тот, кто любит физическую активность, спорт, спортивные занятия, приглашаем на наш факультет. Можно продолжать заниматься этим. У нас много талантов на факультете. В данном случае показано, после вручения студенческих билетов, уже студенты, первокурсники дают такую шуточную клятву. Я особенно запомнил, что там надо уважать и любить деканат. Больше я ничего не запомнил, но вот это, мне кажется, очень правильные слова. Ключевое положение этой клятвы. Много людей с голосами, поют ребята наши, студенты, выступают на весне. Я так вижу, что год от года их показатели растут в этом общеуниверситетском творческом конкурсе. Таким образом, жизнь на факультете яркая, насыщенная, интересная, обстановка доброжелательная. Вот об этом свидетельствуют данные фотографии. В целом, мы хотим вас пригласить на наш факультет. Приходите в Воронежский государственный университет на исторический факультет. Ждем вас на историческом факультете. Покажите нас теперь. Камеры. Да, и чуть-чуть пошире, наверное. Я не представился вначале декан исторического факультета Глазьев Владимир Николаевич. И сегодня, кроме Александра Викторовича, у нас принимают участие в Дне открытых дверей проректор ВГУ, заведующий кафедрой новейшей отечественной истории, историографии и документоведения Гришаев Олег Викторович и заместитель декана по довозовской работе, доцент кафедры социологии и политологии Матюшиной Юлия Борисовна. Ну, я хочу предоставить слово сначала Олегу Викторовичу. Олегу Викторовичу. Добрый день, дорогие наши абитуриенты. Ну, наверное, я в двух ипостасях и выступлю, как заведующий кафедры, где происходит подготовка не только историков, но и такого направления, как документоведение. И как проректор, который курирует студенческие вопросы. Ну, прежде всего, что такое документоведение? Добавить к тому, что сказал Владимир Николаевич. Прежде всего, это профильное для государственной службы образование. Как правило, у нас мы только бакалавриат готовим. Как правило, выпускники потом идут чаще всего заочно, если кто-то в кадровую работу, то это идет заочная магистратура Юрфак, если в бизнес чаще всего еще заочная магистратура Экономфак. Почему? Потому что документовед, человек, который умеет вести документооборот коммерческой структурой, плюс владеет экономической специальностью, конечно, востребованной в бизнесе. Человек же, который, опять-таки, владеет документооборотом и плюс знает трудовое право, это готовый специалист для кадров. Ну, и с удовольствием, конечно, берут документоведов в государственные и муниципальные структуры. Почему? Потому что многие должности в государственных структурах, они так и называются, документовед, ведущий документовед, орготдел, это те же самые документоведы или службы различные, так или иначе. Поэтому сейчас, к сожалению, единственное, что на этой специальности у нас нет бюджетных мест, только контракт, это, к сожалению. Но, тем не менее, я считаю, что это довольно перспективная и самая смешная востребованная специальность. Почему? Потому что, как правило, проблем нет с трудоустройством. Даже в таможне, то вот позапрошлый год двоих человек забрали в таможню сразу работать, взяли. Берут и в районной администрации. Я уж не говорю о том, что уходит в бизнес, структура и так далее. Ну и хотелось несколько слов сказать чисто по студенчеству в целом, как про ректору, который курирует воспитательную и социальную работу. Первое. То, что в нашем ВУЗе, конечно же, студенты получают полный соцпакет, который на бюджет поступает. Это и соцстипендия, и академическая стипендия, и стимулирующая стипендия. Но это уже кто заслуживает, получают ее. Все социальные гарантии, которые положены студентам, получаются. Кроме того, что у нас не делим мы студентов на бюджетников, контрактников. И, например, такие материальные поощрения, как отдых летний, зимний, как билеты бесплатные на различные студенческие тусовки, типа кинотеатра, театра и так далее. Мы, конечно же, даем всем, и бюджетникам, и контрактникам. То есть, пожалуй, наш ВУЗ отличается тем, что на студентов больше всего приходится в этом плане финансирования. Ну и, соответственно, студенческой активности. Поэтому наш, конечно, ВУЗ, его в плане студенческой активности хорошо знают не только в нашем регионе, но и в целом в стране. То есть, наши студенты постоянно участники различных всероссийских конкурсов, всероссийских соревнований и так далее. И даже международных. Вот буквально вчера буквально наши студенты вернулись из Белоруссии, из международных соревнований, где взяли первое и третье место. Наши бадминтонисты и теннисисты. Так что, в принципе, мы вас ждем на нашем факультете. Всегда вам будем рады. Спасибо. Спасибо, Олег Викторович. Слово профессору Мирушнику Александру Викторовичу. Добрый день, уважаемые абитуриенты, родители. Декан представил абсолютно полную картину нашего факультета. Но я хотел бы немножечко коснуться востоковедения, поскольку это новая дисциплина. Но перед этим, вот я посмотрел на присутствующие здесь, мы все являемся выпускниками и исторического факультета, и Воронежского госуниверситета. Поэтому здесь вот, как раз говоря о том, какие последующие возможности трудоустройства, вы видите, это все находится в ваших руках. Что касается востоковедения, это самое молодое направление в структуре Воронежского университета и исторического факультета. Вы знаете, ведь официальное название действительно направление следующее, востоковедение и африканистика. Только представить вот этот колоссальный объем, это весь, по-старорежимному, можно сказать, весь третий мир. И, конечно, каждый вуз, где есть востоковедение, но действительно в центрально-черноземном регионе и южнее, вплоть до Ставрополя, такого направления нет, значит, мы вот уникальны. Везде наблюдается какое-то узкое, относительно узкое направление, потому что охватить все невозможно. Когда декан говорил об учебных дисциплинах, которые преподаются на востоковедении, то, видите, там звучала очень важная, я бы даже сказал, ключевая фраза – арабский язык. У нас направление вот такой узкой специализации, узкой в кавычках, разумеется, это арабистика. Это, стало быть, мы готовим специалистов, которые являются экспертами в политическом анализе, экспертами в экономике, в религиозных отношениях, в культуре, все, что связано с арабским миром. Он огромный, этот арабский мир, и внимание к нему приковано очень и очень серьезное со всех сторон. Я не буду называть причины, есть и позитивные, есть и негативные, к сожалению, причины внимания к арабскому миру. Вот в 2020 году у нас был первый выпуск востоковедов. И я должен похвастать, что уровень подготовки оказался весьма высоким, потому что две наши девочки, которые закончили направление востоковедения, сейчас обучаются в МГИМО, Московский государственный институт международных отношений и университет, в магистратуре. Они готовятся по линии регионоведения, изучают еще глубже арабский язык, и после окончания они возвращаются к нам. Вот в следующем году мы их ждем с тем, чтобы они работали у нас преподавателями арабского языка. В этом году еще одна наша выпускница также на бюджетные места, я подчеркиваю, поступила в МГИМО. Вы сами представляете, какой там конкурс. И тем не менее они прошли все эти испытания и сейчас вот постигают науку. Я должен подчеркнуть, что, конечно, здесь среди важных направлений востоковедения является переводческая практика. Вот по своему опыту, по опыту наблюдения, естественно, а не по личному опыту, я могу сказать, что люди, приходящие на первый курс и не знающие ни слова на арабском языке, они даже не знают, а я знаю, первая буква арабского алфавита – это алиф. Да, да, это я выучил за столько лет. И буквально к зимней сессии они уже не просто могут читать, я не могу сказать, что они читают совершенно легко, но они разбираются. Но меня поражало всегда, что они умеют и писать в обратном направлении. И когда с ними встречаешься, они начинают что-то там пытаться со мной говорить на арабском языке, но я тут же перехожу на родной русский язык. Это действительно очень перспективное, позволю себе, может быть, не совсем подходящее слово, но мне кажется, экзотическое направление, потому что люди, приходящие сюда на направление востоковедения, они, в конце концов, ведь окунаются в тот самый мир, который им был неизвестен. И внимание вот к этим дисциплинам, погружение в эти дисциплины у наших востоковедов довольно серьезное. Действительно, вот декан уже подчеркнул, 7 бюджетных мест – это достаточно большая цифра. Но у нас даже были годы, когда не было бюджетных мест, и все равно мы каждый год набирали востоковедов. Поэтому приглашаю вас на наше направление, и я гарантирую, что мы дадим вам очень качественное, вот такое восточное и арабистское обучение и знание. Спасибо. Спасибо, Александр Викторович. Теперь слово Юлии Борисовны Матюшиной. Юлии Борисовны Матюшиной. Юлии Борисовны Матюшиной. Это говорит о том, что государство все-таки достаточно высоко ценит социологов, и оно считает, что социологи нужны нашему обществу, и оно таким образом дает понять, что это те специалисты, которые востребованы у нас на рынке труда, и те специалисты, которые нужны. В последние годы мы сделали небольшой, если раньше у нас социология носила исключительно общий характер социологической направленности, то в последние годы мы немножко, вследствие того, что нам пришлось выбирать академический или прикладной профиль, мы выбрали, естественно, прикладной, и немножко мы начали уходить в сторону все-таки экономических дисциплин и больше делать упор на именно экономические дисциплины. Почему? Потому что таким образом мы даем возможность нашим выпускникам трудоустраиваться не только исключительно социологами, но и в смежных отраслях. Наших выпускников очень любят маркетинговые конторы, наших выпускников любят отделы кадров, любят различные предприятия, то, что называется бизнес-структура и так далее. С чем связано? Связано с уникальностью социологического образования, потому что это единственное образование, которое дает такой огромный спектр знаний, и как в области общих гуманитарных дисциплин у нас очень хорошая подготовка, и во многом это благодаря тому, что мы все-таки находимся на гуманитарном факультете, и историки здесь нам в этом помогают. В то же время при содействии математического факультета мы своим студентам даем очень хорошую естественно-научную направленность, и это очень хорошо, скажем так, влияет на мозг, если можно так выразиться, наших студентов, упорядочивая те знания, которые они получают, упорядочивая сам по себе образ мысли. Ну и, естественно, это все те социальные дисциплины, которые получают наши студенты. В презентации немножко их было, но на самом деле, конечно, круг их намного, намного больше, потому как мы стараемся студентам дать знания во всех областях социологических наук, и это, помимо всего прочего, и социология семьи, это и социальная работа, это и геронтология, гендерная социология, которая сейчас достаточно активно развивается, и которая сейчас, ну, таким является модным направлением у нас. Студенты проводят очень интересные исследования в этих областях и так далее. Отдельно хотелось бы еще вернуться к практикам, поскольку наша практика, она прям вот совсем практика-практика, в том плане, что мы на выпуске даем возможность нашим студентам, выпускникам сразу приступать уже непосредственно к профессиональной деятельности, поскольку за те два года, когда у нас есть практика, сначала учебная, потом производственная, так называемая преддипломная, мы со студентами проходим весь цикл проведения социологического исследования от момента разработки программы и до, соответственно, написания аналитических отчетов и представления их, соответственно, заказчику. Поэтому наши выпускники прекрасно знают, как это делается и как это делается правильно. И надо сказать, что выпускники наши за это очень ценятся, потому что, когда они приходят на работу, когда они поступают, допустим, в другие высшие учебные занявидения, у нас были выпускники, которые продолжали обучение в высшей школе экономики на тех направлениях, ну, во-первых, тогда у нас своей магистратуры не было, во-вторых, там были те направления, которых у нас не было. Надо сказать, что наши девочки поступали на, выпускницы поступали на бюджет безо всяких проблем и с очень хорошими, высокими баллами. Были годы, когда они вообще возглавляли список рейтингов, поступивших в магистратуру. И мне не стыдно, когда я встречаюсь со своими коллегами где-то на конференции, они говорят, что у вас все-таки сильные выпускники, и нам с ними легко потом работать. И работодатели всегда очень довольны теми выпускниками, которые к ним приходят, потому что вот именно это сочетание гуманитарной, социальной и естественно-научной направленности, они дают очень хорошую логику. Мозаключение дает возможность ориентироваться фактически во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. Ну и, как Владимир Николаевич уже сказал, у нас самое веселое направление. У нас очень хороший микроклимат. У нас студенты общаются с первого по четвертый курс, а сейчас уже и с магистратурой. Всегда, в начале года всегда устраиваются чаепития, где студенты знакомятся, где им старшекурсники рассказывают о преподавателях и что, собственно говоря, с нами делать со злобными. Студенты старших курсов у нас всегда помогают, студенты младших курсов. Я знаю, что они очень мирно живут, те, кто живут в общежитии, а у нас очень много приезжих и очень много живущих в общежитии студентов. Это, опять-таки, наш День социолога, который празднуется всегда очень громко, празднуется всегда так вот с масштабом. Это очень всегда весело, это такие совершенно замечательные капустники, к которым студенты достаточно долго готовятся. Потом это перетекает всё плавно в Новый год. Потом так же плавно в студенческую весну, ну и, соответственно... И сессию. Ну, сессия, это само собой, живут студенты весело от сессии до сессии, а сессия всего два раза в год. Вот, выпускают газету, газету выпускают на регулярной основе, и это тоже всегда очень познавательно, это всегда очень тоже интересно. Поэтому мы не только в учёбе, мы ещё и во внеклассной работе, если это можно назвать таким вот, ну, скажем так, школьным языком. И ещё один момент такой, который имеет место быть у нас в социологах, это то, что большинство наших преподавателей – это практикующие социологи, которые на протяжении всей своей жизни участвовали и до сих пор участвуют в различного рода социологических исследованиях. И я ещё очень хорошо помню бытность своей молодости, когда и с анкетами ходили на опросы и выполняли всю работу. Поэтому мы все знаем, что такое социологическое исследование не просто так вот где-то как-то, а мы прошли все вот эти вот этапы сами, и мы можем научить этому студентов, и мы это с успехом, как показывает практика, делаем. Ну, это, наверное, всё, что я хотела сказать. Если вдруг какие-то где-то вопросы, то к нам можно всегда обратиться. Спасибо, Юлия Борисовна. Мне вот сейчас пришла в голову такая мысль, что объединяет наших студентов разных направлений подготовки. Думаю, что это умение выступать публично, отстаивать свою точку зрения, доказывать свою точку зрения, бережное отношение к фактам. У нас сейчас очень много информации, скажем сразу, что много информации не проверены. А наши студенты и выпускники потом пытаются докопаться. А каков источник этой информации? Кто это сказал? Насколько этот человек знающий? Насколько компетентный? Какова его репутация, если это идёт от определённого человека? А если это сведения, скажем, такие исторические или статистические? Где документ? Где источник документальной этих сведений? То есть учатся отделять проверенную информацию от какой-то ложной, как сейчас принято говорить, фейков. Мне кажется, наши студенты смогут отличить фейк от достоверной информации. В этом достоинство обучения на историческом факультете. Ещё раз хочу всех пригласить на исторический факультет. Приходите, мы будем вам рады. До свидания. Всего доброго.